Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа с большой буквы. Сегодня, 20 января, в день, когда мы записываем эту программу, проходит инаугурация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Что новый президент принесет странам мира, Соединенным Штатам и его партнерам, и не только союзникам, но и врагам. Главное, что принесет Джо Байден на ближний воск ток. А с этим вопросом я обращаюсь к нашему постоянному собеседнику, эксперту, политологу, экс-послу Израиля в России и Украине Цви Магену. Цви, добрый вечер! Добрый вечер! Мы с вами уже говорили несколько раз на тему того, какие предпочтения будут у Байдена, но вот сейчас, то что называется, мы вышли на финишную прямую. То есть вот сегодня, буквально сегодня Джо Байден становится президентом. И в последние дни завершилось формирование его команды. То есть мы знаем практически всех, кто займет ключевые посты в администрации Соединенных Штатов, в администрации Джо Байдена. На ваш взгляд, что ждать в ближайшее время? За что возьмется президент Байден? С чего он, собственно, начнет? Ну, во-первых, расстаются они, уходящий президент и новый президент, расстаются отнюдь не друзьями. И Трамп практически уходит, хлопнув дверью, и остается очень серьезный осадок, я понимаю, у обоих администраций, но, по-моему, у всего населения Соединенных Штатов там не до конца все ясно, что будет дальше, потому что... Да, но это впервые, насколько я понимаю, впервые президент, уходящий президент отказался присутствовать на инаугурации нового президента. Такого не было? Такого не было, насколько мне известно, хотя были моменты, что там, ну, это были эксцессы, но, в принципе, такого именно однозначного не было, но... Надо поправить, живой уходящий президент, потому что были ситуации, когда он не мог присутствовать, потому что отошел в мир иной по тем или иным причинам. В любом случае, он уходит, угрожая, что он вернется, и не все относятся к нему и к этому заявлению однозначно. Я хочу напомнить, что у нас здесь в Израиле относились, относятся к нему достаточно позитивно. Он был, как говорят, у нас, говорят, хорошим для нас президентом. В смысле, во всяком случае, он сумел достичь того, чего все предыдущие администрации не сумели. Я говорю о соглашении Авраама, нормализации отношений с соседними арабскими государствами, много чего еще другого. И он сумел также оказать соответственное давление, по-моему, недостаточное, на Иран. И другие там вопросы, которые остаются на повестке дня международного сообщества. И Соединенным Штатам придется теперь с этим как-то уживаться. Извините, я маленькую ремарочку вношу. Вот только что мы получили сообщение, что Джо Байден сразу после вступления в должность подпишет 15 указов об отмене чрезвычайных испоряжений предыдущего президента Дональда Трампа. Об этом Ройтерс сообщает. И это, в общем-то, серьезно. Но тоже, насколько я понимаю, подобного тоже не было, по крайней мере, в недалеком прошлом. Ну да, и двойной импинчмент, и много чего там накопилось. Но это, я хочу подчеркнуть, что это не только разница между личностями уходящего и приходящего президента. Не только. Хотя, конечно, существенная разница. И Трамп достаточно одиозным лидером, каким он, в всяком случае, представляется сейчас мировому сообществу. Но это не только это. Эта разница между демократами, то, что называется Байден, не сам по себе, а он представляет демократическую партию. И Трамп, который не только сам по себе, а он много чего персонального и личного внес, но ничего, представляет определенное течение в республиканской партии. Это совершенно не похоже на демократическое. И не вдаваясь во внутренние подробности дел самих Соединенных Штатов, это основные различия, это еще на внешнеполитическом поприще. Это совершенно разные подходы по разным вопросам. Ну и много чего там можно сказать о разных мировоззрениях. Во всяком случае, по-русски называются глобалисты и другие названия. Во всяком случае, демократы, оказывается, они гораздо более масштабные, глобалисты. Во всяком случае, они рассматривают внешнюю политику как основное направление продвижения статуса Соединенных Штатов, организации международного сообщества по определенному концепту, чего Трамп делал иным методом, иным способом, иным подходом. Так что налицо у нас определенные различия именно по этим вопросам. Да, вот они опять в Парижский клуб возвращаются, будут бороться с мировым потеплением климатическим. Это основные процессы. А процесс, он достаточно активный, достаточно создает конфронтацию на многих уровнях, если так честно. И вопросы, которые Трамп сумел как-то, как говорят, спустить на тормозах, теперь они будут возвращены. Это и к тому, что происходит в Европе, к тому, что происходит в отношениях с другими державами, имеется в виду, во-первых, Китай, во-вторых, Россия же, в вопросах, касающихся Ближнего Востока в комплексе, в частности, Ирана и много чего другого. По всем этим вопросам существуют определенные различия, и они теперь будут или не будут в полной мере сказаны именно Байденом. Поэтому основное ожидание именно в этом направлении, то, что произойдет на внутреннем фронте, это касается американское сообщество, и там много чего там отдельно взятого, по разным концепциям там и финансово, и социальных, и экономических вопросов. Но это мы сейчас не раздаваем. Да, нас это меньше интересует, но основной вопрос, наверное, который интересует израильтян в первую очередь, это ситуация с Ираном. Да. Ну, то есть, надо подчеркнуть, кто является основным приоритетом, добившись основным противником Соединенных Штатов, соответственно, концепции демократа, в частности, Байдена, как далеко он зайдет в этом направлении, и каковы ценности будет преследовать или соблюдать. И это касается, естественно, всего конкурса вокруг Ближнего Востока, это очень серьезный вопрос. И, естественно, Ирана, как определенно взятую или отдельно взятую, скажем, цель внешней политики Соединенных Штатов. То есть, они вернутся к соглашению с Ираном? Да. Иран во времена Трампа, во всяком случае, был под очень жестким прессингом Соединенных Штатов, в основном кармическим, естественно, и политическим тоже. Не все это адекватно воспринималось остальными державами, не Россией с Китаем, не европейцами, и даже не демократами, потому что считали, что с Ираном можно и следует договориться. Иран не так уж угрожает, и не настолько далеко идет в процессе, скажем, создания угроз со своим соседем, другими государствами и так далее. И, наверное, следует найти общий язык, и все трясется. И уже почти было достигнуто, но, видите, пришел плохой Трамп, и все испортил, а то мы бы давно уже не знали, где были в этом отношении. Теперь, что получается? Иран угрожает практически всем своим соседям. Идет очень серьезное противостояние и действующее, и потенциальное между Ираном, который является шиитским и религией государством, и который рассматривает развитие будущего статуса именно как минимум региональная держава. А речь идет не только об этом, речь идет и вообще как держава исламская, как, скажем, лидер исламского мира. И в этом отношении с ним полностью не согласны все остальные, которые шиитами не являются. Это и есть в основном все арабские государства. Это к тому же и Турция, которая не является шиитской, с одной стороны, является конкурентом геополитического толка Ирана, с другой стороны. Так что у нас тут очень серьезный клубок потенциального, скажем, конфликта. С одной стороны. Я уже не говорю об Израиле, который был объявлен Ираном как основной противник, и которого следует практически уничтожить. Стреть с карты. Если к этому всему добавить развитие, скажем, ядерного оружия, или оружия массового уничтожения, то, естественно, это сочетание, оно очень проблематично. Поэтому, чтобы сдержать развитие этих, скажем, тенденций, соседние или сопредельные государства делают достаточно много для того, чтобы это сдержать. Соединенные Штаты в этом контексте воспринимали, при Трампе это именно так, рассматривали Иран как угрозу, скажем, мировому сообществу, не только ближневосточным государствам. И поэтому делали все возможное, чтобы его сдержать, чтобы не допустить именно этого развития. Кому мешает ядерное оружие, кроме его военного назначения? Оно мешает тем, что, обладая таким видом оружия, появляется у такого государства, как Иран, рычаг давления на всех соседей, и этим самым он сможет достичь именно то, о чем я уже раньше говорил. Ко всему этому подходит администрация Байдена, рассматривая Иран. Иран не может рассматривать иначе, чем я сказал. Ясно, как говорится, однозначно ясно, что Иран направляет свои ходы, шаги именно туда, с одной стороны. Но там считают, что мирным, дипломатическим и другими вот этими путями можно достичь или договориться с Ираном, успокоить его много лет вперед, или достичь именно благополучия, ожидая, что в будущем так или иначе режим там как-то сменится или изменится, или сменит свои приоритеты. И поэтому можно лучше всего, конечно, худой мир, лучше доброй ссоры и к этому они стремятся. Как в принципе. Но это в принципе они по то, что называется продолжение политики, которую проводил предыдущий президент демократ Барак Обама. Но ситуация за это время изменилась. Вот эти четыре года Байдена, как вы правильно сказали, они немножко изменили расстановку сил. Если раньше единственный, кто, так сказать, громче всех кричал, что нужно остановить Иран, это был Израиль, все остальные, так сказать, тихонько помалкивали. Теперь вы сейчас перечислили противников Ирана через запятую, и Израиль оказался вот в этом самом блоке. Причем, как вы в одной из наших программ сказали, что Израиль, как это ни парадоксально звучит, сейчас является лидером блока суннитских арабских государств, которые противостоят Ирану. Это звучит, конечно, парадоксально, но это действительно так. И Турция, как мы говорили в прошлой программе, Турция сейчас как бы поворачивается к этому блоку и пытается с этим блоком, так сказать, блокироваться, если можно так выразиться. И это тоже. К этому следует добавить, что речь идет о Соединенных Штатах сейчас, к этому следует добавить, что позиция демократов направлена именно на то, что есть необходимо продвигать статус Соединенных Штатов в мировом сообществе именно в этом направлении, создавая условия глобального, скажем, порядка, условия продвижения то, что называется демократией в этих проблематичных странах и можно именно этим путем, который я уже упомянул, достичь именно этого благополучного, скажем, процесса развития событий. Вы упомянули Обама, напоминаю, что Обама именно так начал отношения с исламским миром, с арабскими государствами, это кончилось арабской революцией или весной и это еще не прошло, и не кончилось, потому что в конце концов Восток, это дело тонкое, это не работает именно поэтому соответственно этому концепту. Трамп воспринял это адекватно, вел себя тоже иначе, чем было принято до него и сумел достичь немалого, как я уже сказал, насчет отношений вокруг Израиля и так далее, и так далее. Теперь у Байдена действительно вызов на повестке дня. Он действительно хочет продвигать этот концепт, он не может иначе, он должен продвигать концепт демократизации и на глобальном уровне, продвигать политику, внешнюю политику демократов, лидерам, чьих он является с одной стороны, но с другой стороны, ему достаточно ясно, наверное, что вот такова оппозиция из Ирана и Ирана, и других игроков в регионе, если речь идет только о регионе, и это еще достаточно серьезная проблема. В любом случае он попытается вернуться на круги своя, говоря, демократическим языком, демократов, и достичь какого-то соглашения или возобновить соглашение с Ираном, и тут возникает сложная позиция других игроков, потому что Ирану не доверяют, ни Израиль, естественно, и он это заваляет достаточно часто, но и, по-моему, ни одной из арабских государств, которых я уже помянул, кроме тех шиитских игроков, которые ныне кооперируют, скажем, с Ираном, это Ирак в какой-то мере, пока он тоже неоднозначно свободен. То есть, получается, ситуация, извините, что Ирану доверяют это наивные европейцы и наивные американцы, а те, кто знают его, так сказать, не понаслышке, а те, кто живут с ним рядом, в первую очередь арабские государства, прекрасно понимают, что Иран всех обманывает, и они ему не доверяют. Исходя из этого, у Байдена вызов или проблема, как уломать, скажем, негативные отношения к Ирану, прежде всего, израильских и ближневосточных игроков, которые рассматривают именно в этом контексте, который вы сейчас упомянули, и не готовы на воспринятие Ирана как, скажем, партнера по разным соглашениям. Поэтому надо тут разработать соответственную, достаточно деликатную концепцию, которая сможет быть приемлемо этими игроками, условно говоря. В целом случае, эти государства не будут намерены ломать, уже достигнут это, скажем, соглашение, например, тоже соглашение Авраама между арабскими государствами и Израилем, это еще не конец, потому что будут, они продолжат развиваться с другими государствами, и, естественно, не уламывает интересов Израиля, который хочет сдержать Иран любой ценой, подчеркиваю, любой ценой, что он намерен сделать, и об этом заявляют достаточно однозначно лидеры государства Израиль, и в этом отношении у Байдена будет проблема, как договориться или, скажем, найти общий язык с Израилем, именно по этому вопросу, прежде всего. А Израиль это очень проблематичный игрок, даже для Соединенных Штатов, в том плане, что, ну, можно, конечно, его игнорировать, можно его давить или обижать, или не знаю, что еще, но тогда у него будет свой выбор, что с этим делать, и он может повести себя, скажем, проблематично для региона, для Соединенных Штатов, поэтому нужно с ним работать очень аккуратно. Я теперь говорю о подходе, или вероятном подходе в американской администрации к этому вопросу, поэтому надо вломать и Иран, и Израиль, Израиль должен согласиться с этим, не согласившись, остается вызов, а согласиться Израиль, у Израиля свои требования, он говорит, все нормально, при условии, что действительно будет эффективное соглашение, которое контролирует процесс сдерживания ядерного вооружения в Иране, и не только ядерного оружия, это еще и ракетного оружия, это идет совместно с ядерным, это проблема, которая не контролируется, и, скажем, террор, который Иран проводит и в регионе, и в других регионах мира тоже, который тоже следует сдержать, и все эти подрывные действия Ирана направлены не только против Израиля, а против кого угодно, если надо, в регионе, тоже надо как-то увязать вместе со всем, что он сказал, как одно общее соглашение. В этом отношении у Байдена проблема, есть у него, конечно, позитивные наработки в том плане, что ввиду того, что Трамп вел себя соответственно, у Ирана теперь интерес как-то выйти из этого, из этого, скажем, угла, или из этого кубка, и как-то начать переговоры с Соединенными Штатами, поэтому Байден будет проще начать, или задействовать процесс, но сможет ли он совместно с европейцами, которые настаивают на этом тоже, достичь именно этого, этой формулы, я не уверен, но попытается именно туда направить свои усилия, но это не только Иран, это не только Ближний Восток, придется Соединенным Штатам вести разборки с Европой, с которой не все так просто и однозначно, и было достаточно много, скажем, холода или мороза в отношениях между Соединенными Штатами и европейцами во время Трампа, есть проблема подхода к России, потому что Байден и демократы относятся к России более подозрительно, чем администрация сейчас это вы предвосхитили мой следующий вопрос, то есть во второй части нашей программы я бы хотел поговорить о взаимоотношениях Соединенных Штатов и с Россией еще вдобавок в свете того, что происходит сейчас вот последние дни связанных с арестом Навального. Первая часть нашей программы подошла к концу, я благодарю вас за этот интересный анализ и, дорогие друзья, продолжаем нашу программу во второй части, мы расскажем о том, что происходит по взаимоотношениям между будущей администрацией Соединенных Штатов, точнее, администрацией уже не будущей, а настоящей, поскольку вот сейчас происходит инаугурация и отношениям с Россией. Оставайтесь с нами, всего доброго.